На эту площадку Нина Почекутова приходит каждую неделю. В Иркутском районе она живет 43 года и помнит, как молодежный был окружен сплошной рощей. Зато теперь место называет примером благоустройства. Когда мы начали здесь жить, дети в школу в учхоз ходили. Ни школы не было, ни садика не было, ни детских площадок, ничего не было. Была роща и кругом поля. И наша деревня пять улиц. Поэтому старались предлагать в первую очередь нашей муниципальной власти, чтобы они услышали нас и помогли нашим детям. Наш муниципалитет вступил в эту программу и образовалась вот такая шикарная детская площадка, на которой пусто никогда не бывает. Особенно к вечеру, а все лето. И городские сюда приезжают. Значима площадка и для самого молодежного. Объект появился благодаря муниципально-частному партнерству. Весь инвентарь передал благотворительный фонд. Администрация же подготовила участок и покрытие. И таких примеров в поселке много. Сегодня его считают одним из лучших муниципалитетов в регионе по качеству жизни. И до города недалеко, и Байкальский тракт с водохранилищем рядом. Нередко сюда переезжают целыми семьями. Теперь достопримечательности поселка видны уже на въезде. С одной стороны известная космическая школа на 1275 мест. С другой – недавно открытая Аллея Победы. На ее стендах больше 150 имен. Это труженики тыла и фронтовики, которые ушли на передовую с территории нынешнего молодежного. Объект вошел в нацпроект «Комфортная городская среда». При этом аллею можно считать народной. Имена свои родословные просили увековечить жители. А совет ветеранов работал с архивами. Кто пропал без вести, кто не вернулся, кто пришел с войны и еще долгое время работал на благо Родины. На этом стенде у меня двое родных людей. Гордитесь, что получилось увековечить фамилии? А как же не гордиться этим? И дети, и внуки должны знать корни. Но основная идея объекта еще шире. Через аллею дети из школы напрямую приходят к новому дому культуры. Его жители ждали не меньше, ведь большого центра для творчества в поселке не было. Сейчас дом культуры посещают больше 500 человек. На выбор вокал и хореография, цирковая и театральные студии, кружок робототехники, спортивные секции. Зрителям коллективы всегда рады. Мы хотели иметь дом культуры, который бы решил многие наши проблемы. Не только для детей, естественно. Здесь люди пожилого возраста занимаются, молодежь. Мы проводим танцевальные вечера вместе с отделом культуры. И вы знаете, мы думали сначала, что это будут танцевальные вечера только для людей преклонного возраста, но в итоге танцует старый младший. По словам жителей, активное развитие молодежного – не только важное достижение, но и серьезный вызов. С ростом населения должны появляться и соцобъекты. Сейчас остро нужен еще один детский сад. Этот хоть и возвели недавно, но очередь на места большая. Новый должен появиться рядом. Котлован уже вырыт. Важно внимание и к медицине. Так районная больница стала еще одним шагом к развитию муниципальной инфраструктуры. Поселок готов принимать на работу молодых специалистов. Много противников развития поселка. Никого сюда не пущать, не строить ничего. Вот будем здесь мы жить сами одни. Но такое невозможно. Я когда заезжал сюда 25 лет назад, начинал строить дом, переехал, тут жило 3,5 тысячи населения. Сейчас под 18 тысяч населения живет здесь. То есть, вот я и говорю, что не хватает ни детских садов, возможно, школы скоро не будет хватать, которые построили недавно. У нашей администрации, нынешней администрации, здравые головы. И это вселяет уверенность, что поселок будет развиваться и дальше. А из последних достижений благоустроен и парк с игровыми комплексами. На территории сделали тротуары, смонтировали освещение и при этом сохранили деревья. Теперь приезжают на отдых даже из других муниципалитетов. За годы в поселке сделано много, но в планах еще больше. Нужно привлекать людей, спрашивать у них, что мы хотим здесь сделать, что им нужно. Вот это и нужно, чтобы он пришел здесь, сел с ребятишками. Ребятишки отдыхают, играют, и он отдыхает, и пообщаться он может. Планы есть, планы очень большие, понимаете. Мы не можем разобченно жить. А вот это, это наше совместное житье. Сейчас в поселке нет только спортивного центра. Такой проект уже делают. В Молодежном планируют возвести Ледовый дворец. В его создании мнение жителей ключевое. И важно, чтобы в таком развитии поселка были заинтересованы все. Захар Семенов, Артур Рощупкин. Новости. Сейчас.